Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы проведем видеолекцию по дисциплине «Бухгалтерский учет в строительстве» для студентов, обучающихся по образовательной программе «Учет и аудит». Видеолекцию осуществляет магистр-старший преподаватель кафедры «Экономика учет и аудит» Таштанова Нуриля Нурмашевна. Сегодня мы с вами рассмотрим третью тему, которая называется «Классификация затрат и учет себестоимости в строительстве». Нами будут рассмотрены вопросы затраты и их группировка по элементам и статьям расходов, себестоимость строительных работ и сущность позаказного и нормативного метода калькуляции в строительстве. Хозяйственная деятельность подрядных строительных организаций охватывает производство строительных и монтажных работ и осуществляет на основе договоров с заказчиками, а также на основе утвержденных смет и сметно-финансовых расчетов и титульного списка. Особенности учета в строительном производстве в первую очередь проявляются в учете затрат на производство строительной продукции. В остальном все виды учет очень похожи с другими организациями, то есть учет денежных средств, учет материалов, учет основных средств и так далее. Отличительная характеристика проявляется именно в учете затрат на производство строительной продукции. Все затраты, включаемые в себестоимость строительных и монтажных работ, обычно классифицируются по определенным признакам. Особенность учета проявляется, как я уже сказала, в учете затрат на производство строительной продукции. Все затраты классифицируются по различным признакам и это создает условия для сопоставления их с расходами других отчетных периодов, выявления влияния технического прогресса, проведения всевозможных анализов, в некоторых случаях и принятия каких-либо определенных управленческих решений. Для цели учета, анализа, нормирования и контроля затрат затраты классифицируются по таким признакам – экономическим элементам, статьям, калькуляции, характеру участия в процессе строительства. Классификация затрат по экономическим элементам представлена в следующей схеме. Затраты по экономическим элементам выделяются по таким элементам, как материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления от оплаты труда, амортизация основных средств и прочее. Классификация же затрат по статьям калькуляции представлена вот в такой схеме. Затратами по статьям калькуляции являются сырье и материалы, покупные полуфабрикаты, основная зарплата, затраты по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов, накладные расходы и прочее. Это затраты по статьям калькуляции. По характеру участия в процессе производства затраты бывают основные и накладные. Основные – это те затраты, которые непосредственно, прямо связаны с производством строительно-монтажных работ. А накладные расходы обычно связаны с управлением, организацией и обслуживанием строительства. Прямые затраты включают следующие расходы. Это затраты на материалы, которые используются в строительстве, затраты по перемещению основных средств и материалов на строительный участок и с него. Затраты по аренде основных средств, которые используются непосредственно для выполнения работ на участке. Затраты на проектирование и авторский надзор, непосредственно связанные с данным договором строительного подряда. Затраты по заработной плате работников, которые осуществляют строительно-монтажные работы на участке. Непосредственный надзор за работами, включая отчисления от их заработной платы в соответствии с действующим законодательством в Республике Казахстан. В бухгалтерском учете объектами учета затрат в строительстве являются объекты строительства. Это здания, сооружения, мосты, линии, электропередачи и другие группы объектов, комплексы работ. То есть это, предположим, устройства системы отопления, вентиляции, устройства электроснабжения, теплоснабжения и другие. И структурных подразделений, это участки бригады службы и последние это заказы. Наиболее вообще на практике организации производственного учета большое значение имеет правильный выбор учета затрат и метода учета затрат и калькулирования себестоимости. Существуют различные методы учета затрат и калькулирования, но в строительстве самыми наиболее распространенными методами учета затрат и калькулирования выступают нормативные и позаказные методы. Себестоимость выполненных из данных работ складывается из всех фактических работ по заказу. Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимости обычно применяется в индивидуальных и мелкосерийных производствах. То есть учет ведется по заказам. Существенным недостатком по заказному методу является то, что отклонение фактических затрат от плановых можно выявить только когда истечет отчетный период, а не в момент их образования. Нормативный метод учета затрат предполагает на производство и калькулирование себестоимости дает возможность систематически выявить затраты по действующим нормам и отклонение от них, то есть экономию или перерасход. То есть в данной ситуации при нормативном методе учета затрат применяются установленные нормы. Калькулирование фактической себестоимости строительной продукции производится по формуле нормативная себестоимость плюс или минус выявленные в течение отчетного периода изменения норм затрат и отклонения от них. Благодарю за внимание. Продолжение следует...